Здравствуйте, товарищи! Значит, начинаем наш семинар, посвященный осуществлению программы Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Все увидели задания к семинару, те материалы, с которыми можно было ознакомиться, это далеко не полный список. Те, кто хотел вникнуть в эту тему, мог ознакомиться также с выступлениями Михаила Васильевича Попова, посвященными Федерации профсоюзов России, ее истории, а также истории создания и осуществления программы Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Почему мы разбираем этот вопрос в курсе занятий Красного университета? Казалось бы, это не является произведением классиков марксизма-ленинизма. Это программа, которая создана относительно недавно, она написана нашими современниками. Тем не менее, мы считаем, что эта программа очень важна для изучения именно в курсе Красного университета, так как позволяет связать классические работы марксизма, основы марксизма с нашей повседневной реальностью и с той борьбой, которую в настоящее время ведут трудовые коллективы за интересы работников. Примеры этой борьбы есть, они не очень многочисленны, тем не менее, те достижения, которые мы знаем, которые есть у борющихся коллективов, у тех, кто сумел организоваться, кто сумел не просто защититься от нападок работодателей, а повести наступление на работодателя в интересах своего коллектива. Эти профсоюзы, эти профсоюзные организации как раз руководствовались не просто какими-то минимальными требованиями, какими-то экономическими интересами, они имели программу действий и, более того, они продолжают эту программу реализовывать, несмотря на то, что массового рабочего движения и массовой забастовочной борьбы в настоящее время мы в России не видим. При подготовке к настоящему занятию слушателям было рекомендовано ознакомиться с программой Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий», посмотреть выступление профессора Золотова на Российском комитете рабочих осенью 2015 года, который выступал тогда с основным докладом по данному вопросу и ознакомиться с постановлениями Российского комитета рабочих, посвященным реализации программы «Задачи коллективных действий», которые были приняты на очередных заседаниях Российского комитета рабочих. Также вашему вниманию были представлены 11 вопросов, из которых надо было ответить на один вопрос по собственному выбору. По системе СДО поступило 77 ответов, все они были проверены, подавляющее большинство ответило правильно, хотя выбор вопросов слушателями был ограничен, на мой взгляд, и некоторые вопросы не были рассмотрены, хотя надо отметить, что слушатели не выбирали самые простые вопросы, на которые можно ответить односложно, и чувствуется, что с программой слушатели ознакомились, основные ее положения, если не освоили, то по крайней мере поняли и смогли изложить это в своих ответах. Только в одном ответе встретилось полное непонимание того вопроса, который мы сегодня будем рассматривать, а именно вместо изложения истории Федерации профсоюзов России было рассказано начало истории Федерации независимых профсоюзов России, причем очень коротко и, так сказать, от Адама. Ну, я думаю, что человек просто ошибся и, так сказать, открыл первую попавшуюся ссылку. Действительно, если мы возьмем, откроем в любом поисковике, наберем Федерация профсоюзов России, то, конечно, в первую очередь, там первые 3-4-5 ссылок будут посвящены Федерации независимых профсоюзов России. То есть вот это словечко, оно вылезает. Понятно, что эти сайты более индексированные, они чаще посещаются, и, собственно говоря, это отвечает интересам работодателей, в первую очередь, привести человека на страницу, которая связана с профсоюзами, последовательно отставивающие интересы работодателей, а не работников, в сфере трудовых отношений. Но, тем не менее, есть информация о Федерации профсоюзов России даже на таком ресурсе, как Википедия. И, конечно, достаточно нейтральная, в общем-то, короткая, посвящена основным вехам истории, и, конечно, не отражает всей той борьбы, которую вели профсоюзы России, возглавляемые Российским профсоюзом авиадиспетчеров. Но подробно, конечно, с этой борьбой, с этапами этой борьбы и с победами можно ознакомиться в роликах, размещенных на Ленинградском интернет-телевидении и на канале Фонда Рабочей Академии. Достаточно подробно эти вопросы освещались также на заседаниях Российского комитета рабочих, в выступлениях, посвященных не только самой программе задачи коллективных действий, но и, по сути дела, всегда примеры борьбы, примеры борьбы докеров, примеры борьбы авиадиспетчеров всегда приводились тогда, когда речь шла о борьбе за прогрессивный коллективный договор, то есть договор, заключенный в интересах работников, и в конкретных разделах этого договора, то есть о заработной плате, о продолжительности рабочего дня, об отдыхе, о льготах, о компенсациях, об условиях труда и так далее. Поэтому все работы, которые поступили к моменту сегодняшнего занятия, они уже проверены, вы можете ознакомиться, практически все получили зачет. Ну а сегодня я хотел бы остановиться на некоторых вопросах, которые прозвучали в заданиях к этому семинару. И поскольку сегодня у нас все-таки хоть и не многочисленные, но присутствуют очные слушатели, есть желающие выступить по какому-либо из вопросов. Я рассматривал вопрос о требованиях, которые изложены в программе Федерации Просоюзов России, какие они, экономические или политические. Я, изучив программу, понял, что там присутствуют как и экономические требования, так и политические, естественно. Потому что если рассматривать, то есть если вести борьбу только в рамках одних требований экономических, то, в общем-то, это будет оптание на месте. Возможно, что и происходит зачастую в так называемых развитых капиталистических странах, где-то что-то рабочие выигрывают, но дальше этих вот небольших поблажек со стороны работодателей, где вы не ведете. Постоянные компромиссы, компромиссы, компромиссы. Поэтому необходимо проводить и политическую борьбу. В программе это изложено. Присутствуют как и экономические требования, те же самые повышения заработной платы. Притом повышение реальное. И улучшение условий труда на местах. Ну, также есть и политические требования. Ну, политические там тоже достаточно много. Сейчас на память не могу сказать всем. Ну, в частности, например, уголовная ответственность за нарушение работодателям тех или иных условий труда. Ну, там много их, в общем, достаточно. Вот. Поэтому именно в связке экономических и политических требований борьба может вестись продуктивно и позитивно, наверное, так. Вот. Естественно, у меня была полемника с одним человеком, которая говорит, что у нас нет профсоюзов сильных. Я ему аргументированно пытался доказать, что все-таки есть у нас ряд профсоюзных организаций, которые реально ведут борьбу и отставят права своих рабочих, ну, работников. Но складывается впечатление, что не так много людей верит в это. Ну, по всей видимости, они не верят, поскольку не углубляются в эти моменты. Все по верхам. Вот. Не интересуются, возможно. Вот так вот я и понимаю вопрос. Спасибо за достаточно подробный ответ. Слушатели, которые отвечали в системе СДО, также с вами солидарны и говорят о том, что в программе задачи коллективных действий есть и политические, и экономические требования. Интересный ответ дала Екатерина Владимировна Богатырева. Она пишет, «Программа задачи коллективных действий – это научное выражение интересов рабочих и всех трудящихся России. Это политический документ, хотя каждое отдельное требование есть требование экономическое. Политическая и экономическая борьба, неразрывное целое, является одним из главных утверждений марксизма». Дмитрий Александрович Дьяков Дьяконов пишет, что повышение реального содержания заработной платы и уменьшение рабочей недели до 30 тысяч часов является одним из ключевых требований. И я бы хотел задать вопрос присутствующим здесь. «Сокращение рабочего дня является экономическим или политическим требованием?» Включая, если экономическим, то обоснуйте свою точку зрения, если политическим, также кто может высказаться по данным вопросам? Да, пожалуйста. Шестаков Владислав. Я считаю, что это требование является и экономическим, и политическим одновременно в том смысле, что количество часов, если тогда рабочим удается сократить рабочий день до 6 часов, это является очень хорошим результатом при той же самой зарплате, которую они получали, при той же самой зарплате. Это является очень хорошим экономическим развитием, как есть книги «Рабочие партии», брошюры, в которых все это описано подробно. И плюс оно является политическим в том плане, что именно рабочие, именно рабочие, ну, предыдущие столетия являлись тем, их количество рабочих часов, все, многие пеняли на работников заводов. Вот посмотри на заводе там работают, чем ты хуже. И, то есть, если сократится это, ну, когда это сократится до 6 часов, любой другой уже не сможет, ну, будет сложнее эксплуатировать других трудящихся, непромышленных производств по 12 часов, по 14 часов. Тут уже не получится сказать, что он, посмотри, я считаю, что вот это является именно вот этим фактом политическим. мы знаем, что сокращение рабочего дня является предварительным условием освобождения рабочего класса. В результате сокращения рабочего дня увеличивается свободное время. А свободное время – это время, предназначенное для чего? Для развития. Для развития, совершенно верно. То есть, в свое свободное время рабочие и работники непроизводительной сферы смогут повышать свою квалификацию. Раз, да. Значит, смогут получать, в том числе, политическое образование. И получат время для объединения и для борьбы, в том числе, за свои интересы. Потому что сейчас, когда рабочий день зачастую удлиняется до 10-12 часов, конечно, ни о каких собраниях, ни о какой профсоюзной работе речи быть не может. Отработав 10 часов, работник уже не может участвовать ни в каких собраниях, не способен ни физически, ни морально на продуктивную борьбу. Поэтому одним из ключевых требований программы, задачей коллективных действий является сокращение рабочего дня до 6 часов и рабочей недели до 30 часов без сокращения заработной платы. И в большинстве ответов, которые давали слушатели на этот вопрос, это требование прозвучало. Хотя ответы варьировали, и слушатели включали и другие требования. Достаточно часто, практически во всех ответах на этот вопрос, на пендовый вопрос номер 5, ключевыми задачами называлась задача увеличения свободного времени работник путем сокращения продолжительства рабочего дня. и вторым пунктом, вторым, второй ключевой задачей называлась, как вы думаете, логично, любое свободное время, оно требует материального обеспечения, иначе это не является свободным временем. У безработного вроде как все время свободное, но на самом деле у него вообще нет свободного времени, потому что у него нет времени рабочего, и нет источника дохода от своего трудовой деятельности. Соответственно, для того, чтобы нерабочее время стало свободным, оно должно быть материально обеспечено, потому что и отдых, и образование в настоящее время, да, и многие другие, так сказать, блага, которые человек должен применить для того, для собственного развития, они требуют материального обеспечения, бесплатно они достаются. Соответственно, вторым ключевым пунктом является увеличение размера заработной платы. Кто-нибудь хочет прокомментировать этот пункт? Почему он важен? Вы готовы по поводу заработной платы рассказать? Что представляет из себя заработная плата? Дорогимов Марат. На сегодняшний день по трудовому законодательству заработная плата считается вознаграждением за работу, то есть это, ну, как бы, добрая воля работодателя. И на его усмотрение положить такую зарплату, такой доход, предполагаемый работнику, на который ему кажется возможным, допустимым. Поэтому существует проблема оценки стоимости рабочей силы, в которой бы включала в себя действительно возможность работнику не только лишь постанавливать свои затраченные усилия, для восстановления затраченных усилий, понесенных в труде, в трудовой деятельности, но еще и необходимое покрытие необходимых расходов на приобретение, очень актуальное сегодня приобретение жилья, выращивание, ну, не выращивание, а воспитание потомства. Да, воспитание детей, своего потомства. Плюс, ну, это такие, как бы, тезисы, если переговорить, и в том числе возможность не только банального отдыха в личное время, там, выспаться, но и продуктивно проводить отпуска, то есть это отдых более творческий и возможность, только что сказано, объясненная возможность самообразовываться, которая тоже материально затратная, все это должно, все это имеет денежное выражение, поэтому действительно есть возможность или обобщенно, или очень конкретно по разным регионам. Жизнь, страна у нас большая, жизнь разная, но можно оценить стоимость рабочей силы, и получив некую сумму, какое-то число, денежных средств, можно апеллировать работодателю, именно заявив вот это вот, это число как планка, которую бы работник желал видеть в своей заработной плате. Это, конечно же, идет в разрез с нашим буржуазным строем, с классом собственников, с государственным аппаратом, потому что он такое, ну, напрямик, вот прямо сейчас, он такое обеспечить не то, что не может, он бы как бы не желает никогда этого сделать, но вот у нас есть цель конкретная, которую бы мы, ну, не которую бы мы, а которая уже давно поставлена. Для меня лично это было большим откровением, что действительно, ну вот, благодаря научному методу, не прибегая к каким-то сложнейшим логарифмическим исчислениям, можно получить какой-то понимаемый уровень содержания заработной платы. И если, если мы вернемся к предыдущему вопросу, по обеспечению рабочего времени, ну, то есть сокращение рабочего времени с сохранением заработной платы, какой заработной платы сегодняшней, ну, это ничего не даст, конечно, никому никакого плюса не даст, поэтому эти вопросы рассматриваются, должны рассматриваться параллельно и, ну, достигаться каких-то своих целей, ну, в какие-то определенные сроки, так скажем, то есть не когда-то в следующем поколении, а вот, ну, при нашей жизни, чтобы уже там в следующем поколении уже другая была цель. Вот это я так понимаю. Спасибо. Вы совершенно справедливо отметили, что в Трудовом кодексе заработная плата – это вознаграждение за труд, а в политэкономии, в экономической теории марксизма заработная плата – есть денежное выражение стоимости рабочей силы. И что такое рабочая сила, тоже вы сказали. Действительно, сейчас в программе в программах документов профсоюзов мы не встретим таких терминов, как рабочая сила. Соответственно, этим программа задач коллективных действий отличается как раз в сторону научности, в сторону прогрессивности от программ или от программных требований тех или иных профсоюзных организаций. Что касается размера заработной платы, то понятно, что та методика расчета, которая была разработана специалистами фонда рабочей академии, впервые применена докерами при подготовке своего коллективного договора, может быть легко использована любыми трудовыми коллективами и, в принципе, любым человеком для того, чтобы посчитать, во что, собственно говоря, обходится его рабочая сила. И сопоставить это с той заработной платой, которую он получает. И разница получится минимум 3-5, то и 10 раз. Нам говорят о том, что при капитализме рабочая цена рабочей силы стремится ограничиться минимальным необходимым набором для выживания. И это действительно так. Но это политика и скажем так, это проводится в интересах капиталистов. Естественно, здесь сталкиваются интересы труда и капитала и противоречия между капиталом, между прибылью, которую необходимо извлекать при помощи рабочей силы. естественно, что капиталисты не заинтересованы в том, чтобы увеличивать цену рабочей силы, но тем не менее мы видим, что стоимость рабочей силы они постоянно увеличивают. Каким образом? с помощью инфляции. С помощью повышения цен на все товары, которые, собственно говоря, и составляют, которые входят в стоимость рабочей силы, но при этом цена рабочей силы не повышается или повышается незначительно. Повышается, даже если исполняется российское трудовое законодательство, которое предусматривает индексацию заработной платы, повсеместно это требование не исполняется. Тем не менее индексация проводится один раз в год, а цены повышаются непрерывно. Тем более, что мы знаем, что официальная инфляция значительно меньше, чем реальная инфляция в тех секторах, у которых действительно потребляют рабочие. Потому что инфляция рассчитывается в целом по экономике, но наибольшие темпы инфляции как раз наблюдаются на дешевые носительные товары, на товары повседневного спроса, на товары постоянного потребления, то есть то, без чего человек не обойдется, а на предметы роскоши инфляция незначительная или может даже отмечаться снижение цены. И таким образом суммарно инфляция получается не очень большая. На самом деле здесь, конечно, большое лукавство и добиваясь приближения цены рабочей силы, то есть заработной платы к стоимости и тем самым стимулируется понижение цен на основные продукты и товары, которые потребляют рабочие, потому что становится невыгодно поднимать эту цену, теряется сам, так сказать, экономический смысл раздувать инфляцию. Поэтому действительно ключевыми задачами то, что касается экономической части программы, является увеличение свободного времени работников и увеличение размера заработной платы. Надо сказать, что напрямую, конечно, в трудовой договор вы не включите максимальную планку заработной платы, это на самом деле неправильно, потому что неизвестно, какие темпы инфляции и какая в конечном итоге, в скольки нулях будет исчисляться заработная плата, знаете, что в 90-е годы инфляция галлопировала и цены менялись в ларьках ежедневно, новые, так сказать, рисовались и так далее. Поэтому в коллективном договоре, конечно, надо закладывать повышение, ежегодное повышение заработной платы с опережением уровня инфляции и заложить его таким образом, чтобы через определенный период времени приблизиться к исковому уровню, то есть требуемому уровню заработной платы. Рассчитать, начиная от базового, от того уровня заработной платы, который есть сейчас и зная тот уровень, к которому надо стремиться, соответственно, определить тот процент, на который заработная плата должна повышаться ежегодно, чтобы в течение обозримого, скажем так, периода времени, через сто лет, заработная плата приблизилась все-таки к стоимости рабочей силы. Позволю себе не согласиться с вашим утверждением о том, что борьба за сокращение рабочего времени при нынешнем уровне заработной платы не имеет смысла. На самом деле, конечно, имеет смысл, потому что почасовая заработная плата у вас возрастет, если вы сократите рабочее время без понижения заработной платы. Это раз. Второе, все, что сверх шести часов, становится сверхурочными работами, которые тоже должны оплачиваться в повышенной мере. Повышенная мера. Соответственно, и, конечно, самое главное, что сокращение рабочего времени будет стимулировать работодателя для повышения производительности труда, внедрения новых технологий, что повлечет за собой необходимость обучения работников, повышение их квалификации и, соответственно, повышение их заработной платы, потому что более квалифицированная рабочая сила оплачивается более высоко. Об этом пишет в своем ответе Дмитрий Александрович Дьяконов. Он пишет о том, что при повышении заработной платы уменьшения рабочей недели до 30 часов произойдет рост производительности труда за счет внедрения производства современных технологий с целью снижения себестоимости товара. Это станет необходимым условием для обеспечения рентабельности производства в условиях высокой цены рабочей силы. Повышение квалификации работников вследствие появления дополнительно свободного времени и денег, а также вызванное необходимостью более квалифицированных работников для работы на современном оборудовании. Это, в свою очередь, повлечет до собой рост экономики страны, а значит улучшение благосостояния всех ее граждан. Дмитрий Юрьевич Гульомин пишет в отношении требований экономических и политических. Политическими можно назвать требования, которые связаны с сокращением рабочего времени. Обосновывает это он тем, что сокращение рабочего времени стирает различия между людьми умственного и физического труда. Как мы видим, сокращение рабочего дня это уже не просто экономическое требование, то есть оно прокладывает дорожку к будущему обществу без классов на самом деле. Кроме того, политические требования защиты от трудовых прав мигрантов, изменения в области национальных отношений, так как это способствует укреплению товарищеских отношений между рабочими разных национальностей, а также в политической сфере, которая расширяет права трудящихся, повышает ответственность чиновников, способствует усилению контроля и созданию собственной государственной власти. если говорить о политических требованиях, которые изложены в программе задачи коллективных действий, то вот здесь есть один пункт, который неявно прозвучал в ответах, но который является очень важным в программе. Это осуществление выборов совета через трудовые коллективы. Как вы понимаете, что это не может быть требованием экономическим, поскольку советы это не экономические органы, это не органы экономической борьбы, это зачатки новой государственной власти, это органы диктатуры пролетариата. Поэтому программа задачи коллективных действий безусловно содержит не только экономические, но и в большей степени политические требования. мы с вами разобрали вопрос, касающийся ключевых задач, изложенных в программе, и можем переходить к следующему вопросу. Каким образом трудовые коллективы могут добиваться решения задач, изложенных в программе Федерации и профсоюзов России? Приведите конкретный пример. Машуров Николай Вячеславович дает такой ответ. Трудовые коллективы могут добиваться решения задач, изложенных в программе Федерации профсоюзов России, задач коллективных действий, путем создания профсоюзных организаций и активизации профсоюзной борьбы, выдвижения коллективных требований, в случае неисполнения которых организуются забастовки. Совершенно верно. Трудовые коллективы могут решать те задачи, которые изложены в программе, прежде всего начиная борьбу на своих предприятиях. Это борьба за проект прогрессивного коллективного договора, составленный работниками в интересах работников. Это выдвижение требований к работодателю, причем требование к работодателю может быть сам прогрессивный проект прогрессивного коллективного договора. То есть работники составляют этот проект и выдвигают требование работодателю принять этот проект. Если работодатель отвергает, то дальше открывается коллективный трудовой спор, предметом которого является заключение принятия этого проекта коллективного договора. Дальше через все этапы коллективного трудового спора можно довести и нужно доводить до объявления забастовки. А забастовка может идти в той или иной форме, частичное или полное прекращение работы, при этом форма забастовки может быть разная, соответственно нет необходимости на длительное время полностью прекращать работу, потому что это лишает работников средств существования и естественно длительное время в отсутствии забастовочных фондов проводиться не может. Это может быть сокращение рабочего дня, то есть забастовка заключается в том, что трудящиеся будут работать не 8 часов в день, а 6 часов, тем самым уже сократят рабочие деньги. А зарплата? В данном случае зарплата, конечно, будет меньше, естественно. Выработка меньше? Выработка меньше, но если речь идет о сдельной работе, то может уложиться, потому что не всегда нормы, скажем так, временные совпадают с возможностью выполнения. То есть надо сгуситься с потерями? В любом случае, если коллектив начинает бороться, то надо понимать, что борьбы без лишений не бывает. И трудно себе представить, что работодатель просто потому, что вы, так сказать, объявили, что завтра вы забастуете, он все с вами подпишет. Такого, как правило, не бывает. Это может быть только в одном случае, если коллектив уже провел успешную забастовку, и работодатель знает, что с ним не шутят. Соответственно, коллектив готов и может снова пройти этот путь, начать забастовку и тем самым вынудить работодателя пойти на уступки. Опять же, примеров такой борьбы не так много, но мы знаем, что наиболее успешный и наиболее активный профсоюз – это российский профсоюз авиадиспетчеров. Несмотря на то, что законодательно им запрещено бастовать, тем не менее, они проводили различные формы коллективных действий, что позволило добиться и повышения заработной платы, и сокращения рабочего дня, сокращения рабочей недели до 36 часов, и дополнительных дней к отпуску, выплат молодым сотрудникам, компенсации, съемы жилья и так далее, выплат годовой заработной платы при увольнении сотрудника. То есть, достаточно серьезные достижения, в общем-то, здесь не нужно, скажем так, для того, чтобы убедиться в том, что профсоюзы есть и они добиваются успеха, не нужно, это не предмет веры какой-то, то, о чем мы говорили. Нужно открыть договор, посмотреть коллективный договор, посмотреть, как это все выглядит на деле. Вопрос еще, в связи с этим, недавно на YouTube я смотрел, там был вопрос по поводу забастовочных касс. То есть, вопрос задавался просто людям, не конкретно рабочим, которые заинтересованы просто людям. Готовы ли они вкладывать какую-то либо сумму для забастовочных касс в кассу, при условии, что они знают, что эти деньги пойдут именно для бастущих рабочих. В принципе, те вопросы, которые, то есть ответы, которые прозвучали, в основном были положительные, то есть готовы определенную сумму люди вкладывать. Поэтому встает вопрос о том, что, наверное, помимо авиадиспетчеров, авиадиспетчеров, наверное, необходимо, конечно, активизироваться тем рабочим крупных предприятий. И вот здесь, видимо, как я понимаю, какие-то сложности существуют, может быть, несплоченность коллективов, чтобы развернуть, чтобы был резонанс определенных действий. Почему так происходит, я, конечно, не знаю, не могу для себя определить. Как идет вопрос с какими-то кассами? Дело в том, что, ну, кассы, в первую очередь, конечно, когда речь идет о кассе, я не знаю конкретно о каком опросе, да, но сколько идет речь. Возможно, речь шла о том, что готовы ли вы там пожертвовать часть денег для того, чтобы где-то постующие коллективы поддержать. На самом деле, это такая, на мой взгляд, это форма ухода тоже от борьбы, что мы вложили деньги, а вы где-то там боритесь. Мы готовы даже расстаться с частью своих доходов, но не будем сами бороться. То есть, идея этой забастовочной кассы в том, что она должна создаваться на самом предприятии при забастовочном комитете. А забастовочный комитет может создаваться тогда, когда пройдена процедура трудового спора и коллектив, 50% коллектива или две трети конференции проголосовали за объявление забастовки. Конечно, в этом случае совершенно другое значение имеет. Это те деньги, которые пойдут на поддержку действительно борющегося коллектива. Мы сами, так сказать, организуем борьбу и поддерживаем себя. Да, конечно, возможно, поддержка коллектива друг друга, это необходимо делать. Вы знаете, что забастовки солидарности в России запрещены, но, тем не менее, оказывать поддержку, в том числе материальную, никаких препятствий нет. Вопрос в том, что необходимо начинать борьбу на своем предприятии, организовывать ее и, соответственно, создавать вот эти забастовочные кассы. Иначе это получается та же ситуация, что с профзносами мы платим 2% или 1% в кассу профсоюза и пусть профкомнат у нас решает все наши вопросы. Дело в том, что мы можем рассказывать очень долго про то, как необходимо бороться, как нужно поступать в том или ином случае. Но пока у людей не созреет внутреннее решение, что это необходимо, пока они не перестанут сами мириться с теми условиями труда, с той заработной платой, с той продолжительностью рабочего времени, которая есть. И не поймут, что никто, кроме них, эти вопросы не решит. Никакими внешними воздействиями, никакими воззваниями, никакой аргументацией дело с места не сдвинуть. В партии есть соединение научного социализма с рабочим движением, но мы не можем вызвать в жизни рабочее движение. Рабочее движение вызывается, собственно говоря, самим капитализмом. Причина, одна из причин слабости рабочего движения в том, что российский капитализм образовался в результате, современный российский капитализм, в результате снятия социализма. То есть это продукт деградации более высокого уровня общественной организации. И вот эта печать деградации, она лежит на всем, в том числе и на рабочем движении, к сожалению. Вот таким образом. Нам нужно сделать небольшой перерыв. Так, понимаем. Прежде чем, когда была же высшая школа, может быть не высшая, она называла школа курс-союзов, там вплоть до института где-то в Москве. У меня коллега в работе, она рассказывала, что его там чуть-чуть, чуть-чуть его не отправили с места работы на заводе, чуть-чуть в Москву не отправили. По профсоюзной линии учатся. А чем они там занимались? Чему они там учились? Какие кадры там ковали? Кадры были когда-то чуть-чуть. Из программы партии убран положение диктатуры пролетариата. Если партия стала ревизионисткой, если, так сказать, отошла от марксизма, то дальше вот эти приводные ремни от партии начинают вращаться в другую сторону. А профсоюзы, да. А профсоюзы, они всегда, скажем так, ведомый характер имеют все-таки. Профсоюзы борются за насущные интересы экономические. Если государство решает, как это было в Советском Союзе, в основном решало все вопросы, связанные с заработной платой и так далее. Профсоюзы занимались социально-культурной деятельностью на производстве. Отдыхом, оздоровлением, собственно говоря. Поэтому, когда возродился капитализм и труд снова стал наемным, эти профсоюзы, которые никогда никакой борьбой не занимались, естественно, что они, собственно говоря, остались в структуре государства, только государство стало капиталистическим. Собственность профсоюзная была присвоена, так сказать, приватизирована. А те организации, которые остались на предприятиях, в лучшем случае продолжили выполнять те же функции, а в худшем случае, в большинстве, наверное, случаев, они стали активно помогать работодателю осуществлять его интерес. То есть они сдерживают, собственно говоря, да, вот вроде есть профсоюз, работники могут какие-то частные вопросы решить. Но в целом вопросы заработной платы, условий труда, сокращение рабочего времени, конечно, существующие профсоюзы не решают. В большинстве своем, да, если говорить о тех профсоюзах, которые были унаследованы у Советского Союза. ПНПР, да, независимые профсоюзы. Сегодня мы говорим о профсоюзах, которые были созданы уже в период реставрации капитализма, и, собственно говоря, они изначально создавались как боевые профсоюзы, как союзы именно работников, и создавались они для того, чтобы отстаивать интересы работников перед, так сказать, работодателями. И почему мы рассматриваем программу Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий», потому что она как раз выражает эту дух и букву вот этой борьбы, которую ведут профсоюзы, действительные профсоюзы, не декоративные профсоюзы, не желтые профсоюзы, подконтрольные работодателям. Таких профсоюзных организаций не так много, но, тем не менее, они есть. Мы должны на них равняться. То есть он независимый от рабочих? А ФНПР? Да. Он независимый от воли. Он не независимый, конечно. Вы знаете, как они функционируют? Есть правком, допустим, на предприятии есть правком. Проседатель, там, зампроседателя правкома. Или два замка. Которые тесно сотрудничают с руководителем предприятия, тесно, так скажем, с директором и так далее. И, собственно говоря... Отдыхают вместе? Ну, возможно, отдыхают. Но самое-то главное, что заключают коллективные договоры, которые соответствуют интересам работодателей. Что содержит этот договор? Как правило, это переписанный трудовой кодекс. То есть ухудшать он не может, он тогда не пройдет. Если договор будет ухудшать положение работников, он не пройдет экспертизу. Экспертиза проводится вышестоящим профсоюзным органам. Не пройдет. Юридическую не пройдет экспертизу. То есть он содержит положение из трудового кодекса. Но, тем не менее, что интересно, он может там собирать даже из отраслевого соглашения какие-то пункты. Ну, что интересно, что даже вот эти такие куции и, так сказать, беззубые коллективные договора работники иногда не могут получить просто для того, чтобы с ними ознакомиться, прочитать. Что же там написано в нашем коллективном договоре? Потому что получается, что даже вот этот коллективный договор, который просто продублировал нормы трудового законодательства, ну, тоже не исполняется. Соответственно, почему его могут не показывать? Не показывают его по той причине, что если вы не исполняете трудовой кодекс, то, ну, вот, там трудовая инспекция, допустим, может вас наказать, наложить штраф какой-то, дать предписание, исправить. А вот если вы не исполняете трудовой договор, то это может явиться поводом для открытия коллективного трудового спора. То есть требование к работодателю выдвигается исполнить положение трудового, исполнить положение коллективного договора. Вот это требование. Если он не исполняет, дальше вы можете, соответственно, пройдя все необходимые процедуры, объявить забастовку на основании того, что он просто не исполнил этот трудовой договор. Я задавал вопрос, она знакомая, она врач-федиатр, там такого коллективного договора, она такая спросила, а что это такое? Дело в том, что действительно многие, многие не знают и сталкивались с этим. Соответственно, одна из задач нашего курса – это довести информацию о том, что есть такая вещь, как коллективный трудовой договор, что это внутренняя конституция. Это у нас был перерыв такой. В перерыв мы продолжили заниматься. Соответственно, что это внутренняя конституция, это внутренний, самый важный документ, который регулирует отношения между трудовым коллективом и администрацией предприятия, что есть возможность заключить трудовой договор, есть право коллектива заключить такой трудовой договор, который будет выгоден работникам. Но поскольку у нас в трудовом законодательстве заложен принцип соревновательности, здесь необходимо выдержать определенное состязание с работодателем, который будет предлагать свой проект, будет отвергать ваши предложения, соответственно, для того, чтобы его принять. То есть это смысл договора. Вы о чем-то договорились между собой. То есть пришли к определенному соглашению. Сейчас это соглашение выглядит таким образом, что вам что-то предлагают, а вы на это соглашаетесь. А вы ничего не предлагаете. Вы можете возражать, вы можете быть недовольны, но поскольку договор составлен работодателем, договор заверен председателем правкома, соответственно, вот он за вас все подписал, все решил, а вы ничего с этим уже поделать не можете. Поэтому для того, чтобы изменить эту ситуацию, сами работники должны организоваться, создать свой проект коллективного договора, договориться между собой прежде всего и дальше уже действовать, так сказать, согласно трудовому законодательству. Да, у нас непростое в этом плане трудовое законодательство. У нас профсоюз для того, чтобы представлять интересы работников, должен охватывать половину коллектива, больше половины, больше 50%. Есть возможность собрать доверенности на представление, но тем не менее, с одной стороны это минус, потому что это маленький профсоюз не может вновь созданный, не может выключить свой коллективный договор, не может бастовать. Но с другой стороны это плюс, потому что для того, чтобы этот договор был заключен, за ним должна стоять уже реальная какая-то ощутимая сила. То есть половина сотрудников предприятия, это реальная сила, с которой работодатель не может не считаться. И если мы опять-таки обратимся к программе задачи коллективных действий, то мы увидим, что для того, чтобы решить значительную часть задач, которые там поставлены, это вопросы, касающиеся национальной экономики, касающиеся политической сферы, касающиеся вопросов здравоохранения, образования и так далее. Коллективы должны решать эти вопросы уже на уровне региона, на уровне всей страны. Каким образом они могут это решать? Они могут это решать только через представителей своих коллективов. Но для этого профсоюз должен представлять коллектив, а не быть какой-то группкой, небольшой группкой, которая отстаивает только свои узкие интересы и может быть даже добивается повышения заработной платы для членов своего узкого кружка. Но это не изменит ситуацию в целом. И мы видим, что на Западе, допустим, в европейских странах, значительно более свободное забастовочное законодательство, пожалуйста, можете бастовать сколько угодно. Но это не приводит ни к созданию Советов, ни к появлению каких-то, так сказать, органов диктатуры, прортрята и так далее. Потому что, да, можно добиться, даже небольшая относительно группа может добиться какого-то локального улучшения. Все, собственно, дальше дело не идет. Я просто хочу, календарь, даже не конкретизируя, по организациям встречаются такие случаи, что работодатель его открыт и просто говорит, коллективу, что у вас нет коллектива. Такое вот бывает. То есть, имеется в виду, что он не сплоченный, но это прямо в глаза. Правильно. Настолько уже, то есть, капиталист. Совершенно верно. Просто в глаза говорит, да вы слабаки сами. Правильно говорит. что работодатели объединились, они координируют свои действия между собой. Несмотря на то, что у них интересы, так сказать, есть конкуренция, да, у них какие-то интересы насущные расходятся, но коренной интерес у них общий. Это сохранение системы эксплуатации, это сохранение системы наемного труда, и в этом плане они не намерены уступать. А то, что касается коллектива, да, действительно, коллектив – это там, где люди стоят друг за другом горой, где, если ты поговорил с товарищем о коллективном договоре, он не побежит тут же докладывать начальнику цеха там или начальнику отдела о том, что вот у нас тут завелся смусьян, который, так сказать, хочет организовать забастовку и так далее. Но зачастую так это и происходит, к сожалению. То есть люди пытаются решить свои проблемы за счет других, не сообща, взявшись, так сказать, вместе за общее дело и в общих интересах, и тем самым решая и свои собственные проблемы, но пытаются решить за счет своего товарища. Психология индивидуализма? Психология достаточно серьезно насаждалась в позднесоветские времена, собственно говоря, ничего удивительного нет. Вроде как под флагом коллективизма на самом деле постоянно шла пропаганда индивидуализма. Да? Я вот в программе, может быть, ну и в других документах, может быть, я не видел, но, а может быть, его и нет по поводу защиты прав мигрантов. в каком, трудовых мегрантах, да? Ну, как и в зарубежье наше, бывшее, родное. Мне кажется, здесь есть такой определенный, ну, такая ситуация, которая противоречит повышению производительности труда. Вот именно, что сегодня. То есть, зачем сокращать капиталисту, продолжительность рабочего дня, сохранять цену, ну, вернее, не сохранять, а повышать цену стоимости рабочей силы. Как следствие, вот там, хорошие сценарии, конечно же, желаемые повышение, вынужденное повышение производительности труда, но по факту этого нет, и потому, что это все перекрывается дешевая рабочая сила. Ну, как бы, и не обязательно из-за дальнего зарубежья, это банально, вот из глубинки заводится очень дешевая рабочая сила. Но все-таки, как, что имеется в виду под защитой трудовых прав мигрантов? Мне кажется, что, ну, как бы это ни звучало, сегодня мигранты в таком большом количестве, это очень сильный инструмент в руках нашей российской буржерии. Дело в том, что... Как свою пользу. Понятно. Здесь надо понимать, что какой лозунг был написан. пролетариев всех там соединяйтесь. На гербе нашем. Ну, вот это отчасти ответ на вопрос. У пролетариев нет отечества. В каком смысле нет отечества? В том, что условия их эксплуатации интернациональны, что их враг интернациональен, но, тем не менее, пролетарии каждой стороны в первую очередь должны будут победить свою собственную буржуазию. Поэтому есть отечество, которое, да, как говорил поэт, славлю отечество, которое есть, но трижды, которое будет. и надо понимать, что рабочих, по крайней мере, нынешних российских рабочих, у них отечество есть, потому что нет, скажем так, нет снятия, нет отрицания без удержания. И в снятом виде мы все равно, так сказать, все равно Советский Союз присутствует, как ни крути. Поэтому вот эти, так называемые мигранты, это, в общем-то, наши товарищи, с которыми мы не так давно жили в одном государстве и были гражданами одной страны. Понятно, что там родились новые поколения, которые уже, может быть, даже и не слышали о Советском Союзе, я не знаю русского языка, но, тем не менее, это такие же люди и такие же трудящиеся лишенные собственности на средства производства, как и российские рабочие. Причина, по которым завозятся мигранты, совершенно понятная. Прежде всего, снижение цены рабочей силы, в том числе и для российских рабочих, потому что их приводят из регионов, где стоимость рабочей силы меньше, они воспроизводятся лучше, но и зарплаты, которые платятся, тоже значительно меньше. Понятно, что это выгодно капиталистам. Так вот, для того, чтобы, вернее, сущность, суть защиты прав трудовых мигрантов состоит в том, чтобы сделать эту систему невыгодной для капиталистов. А невыгодной она становится только в том случае, если трудовые мигранты пользуются теми же правами, получают такую же зарплату и нуждаются в тех же условиях труда, что и наши российские работники. Соответственно, речь идет в программе задачи коллективных действий о том, что необходима равная плата за равный труд. То есть, если вы выполняете одну и ту же работу, независимо от того, из какого региона вы прибыли, вы должны получать одинаковую зарплату. Второе, это создание общих профсоюзов, которые включают в том числе и мигрантов. То есть, а профсоюз, соответственно, отстаивает интересы всех своих членов. Опять-таки, независимо привезли его из глубины России или привезли из дальнего зарубежья. И таким образом эта система становится невыгодной. И надо сказать, что мы можем, скажем так, предположить, что это работает, глядя на сегодняшнюю ситуацию с пандемией, так называемой. глядя на Из-за ограничений по вводу, по въезду в Россию возник некоторый дефицит, низко квалифицированы прежде всего рабочие силы, а на эти же рабочие места не найти российских рабочих, поэтому вынуждены повышать. поэтому мы можем действовать так же, но действуют уже сознательно. Понятно, что с ними сложно договориться, их тоже. Те организации, которые представляют здесь трудовых мигрантов, они в общем-то по большому счету конечно никакие не профсоюзы, не являются теми же самыми агентствами занятыми. Да, то есть они продают своих сограждан в рабство российским капиталистам. Поэтому нужно их включать, но опять же куда понимаете, вы можете кого-то привлечь к себе, только если вы сами сильны. Если у вас нет сильного борющегося профсоюза, то чьи интересы вы можете отстоять? Сначала попробуйте свои собственные интересы отстоять, и тогда к вам потянутся и придут и скажут, не пойдут не так сказать к тем людям, которые сюда привезли добиваться какой-то справедливости. Они придут к вам и скажут, что мы хотим быть с вами в одном профсоюзе. Я думаю, что и русский язык вспомнят все, что нужно в такой ситуации. направлении, которое нельзя откладывать на потом, по идее, потому что они всегда будут использоваться. Направление, которое нельзя откладывать на потом, это начало борьбы на своих предприятиях. составление проекта коллективного договора, это работа над его заключением, собственно говоря, без этого дальше двигаться невозможно. И когда вы создаете на своем предприятии действующий профсоюз и добиваетесь успеха, вы можете решить и остальные проблемы. Еще можно? пожалуйста. Вот Евгений, приводил пример того, что наверное нельзя сказать, что на большинстве, но очень много примеров есть, что люди находятся в глубоком заблуждении, а я добавлю, что скорее всего в предприятиях и учреждениях государственной, муниципальной формы собственности вот там наверняка полное убеждение есть, что коллективный договор это не про нас. То есть мы работаем на государство, на город, глубоко не вдаваясь в суть вопроса. И у меня вот для этих людей вопрос. Я просто тоже работал в муниципальной городской поликлинике вот в части заработной платы. Там заработная плата начисляется согласно единой тарифной сетке по разрядом. Это идет там с правительства все это закладывается, тарификация. Как есть ли надежда или работает ли механизм то, что мы пропагандируем, ежегодное повышение заработной платы выше, чем инфляция, но вот а там тарифная сетка. Есть ли надежда на то, что система муниципалитета, регионального бюджета сможет это переварить и пойти навстречу? Не тупик ли это для муниципальных учреждений? Я думаю, что это никакой не тупик, потому что во-первых, кроме единой тарифной сетки, есть еще надтарифный фонд. Есть фонд дополнительной оплаты труда, есть деньги за сверх проличных пациентов, есть доход от платных услуг, есть доход от непрофильной деятельности, то же самое представление помещений в аренду, вы знаете, что в поликлинике там стоит даже тот же самый автомат по продаже бахилов, стоит аптечный киоск, стоит ортопедический какой-то киоск, и так далее, источники вне бюджетного поступления есть, я не говорю о бюджетном поступлении, хотя бы те же самые сверх проличные пациенты, может быть в поликлинике это в меньшей степени важно, потому что у них прикрепленный контингент по душевое финансирование, но тем не менее, есть, кроме того, есть отраслевые соглашения, есть так называемые майские указы президента, тарифная сетка, то есть, по крайней мере, все, что положено работникам выплатить, должно быть выплачено, и этого нужно добиваться, в том числе, и через коллективный договор. То, что касается повышения заработной платы, вы знаете, что индексация производится в обязательном порядке, окладов бюджетников, она идет, от этого уклониться не могут, другое дело, что, опять же, в некоторых, ну, в ряде случаев может оказаться таким образом, что оклад у вас повысился, а общая заработная плата не повысилась или повысилась в меньшей степени, чем оклад, потому что, допустим, сократится премиальный фонд и так далее. Опять же, если в коллективном договоре вы пропишете, что у вас должен повышаться в итоге оклад, так или иначе администрация будет вынуждена искать возможность для того, чтобы повышать заработной платы. И для этого у нее есть ресурсы, потому что администрация лечебного учреждения может обращаться в комитет по здравоохранению, может обращаться и должна обращаться собственно говоря в терфонд обязательного медицинского страхования с обоснованием необходимости пересмотра тарифов. То есть, как повышать заработную плату? Пересматривать тарифы в том числе. Такой вариант, так сказать, то есть, нельзя сказать, что в государственных бюджетных учреждениях нет резерва для того, чтобы заработная плата повышалась. Он там есть. Мы знаем, что тарифы, которые сейчас существуют, они зачастую не покрывают реальные расходы лечения той или иной категории пациентов. И ряд лечебных учреждений, которые проводят активную политику в этой области, они добиваются того, чтобы эти тарифы пересматривались. И они таки пересматриваются. А те, кто не добиваются, они сидят на низких тарифах и, так сказать, вынуждены решать вопрос, на что потратить деньги, на медикаменты или на зарплату сотрудников. Вот таким образом. И потом, если это в рамках одного учреждения, конечно, да, здесь вероятность успеха меньше. Но если это происходит во многих учреждениях, то опять-таки это может быть поводом для увеличения финансирования здравоохранения в целом. уделение большего процента из бюджета, например. Но деньги нашлись, вот когда началась пандемия коронавируса, нашлись деньги на дополнительные выплаты. А что, нельзя было платить нормальную заработную плату медработникам в мирное время? Можно было, оказывается, можно было. и что у нас рухнула экономика из-за того, что стали платить больше коронавирус так называемые деньги? Не рухнуло ничего. Нас все время убеждают в том, что если начать платить не только менее, но вообще всем платить работникам заработную плату, то все рухнет. Инфляция будет как Зимбабве и все, всем придет конец. на самом деле ситуация ровно противоположная, потому что те деньги, которые выплачиваются работникам, они работают на экономику России, потому что они потребляются внутри страны в основном. Все, что не выплачивается в виде заработной платы и социальных пособий практически, постепенно из страны вывозится и в экономике не работает. Поэтому повышение заработных плат это вклад в экономику в развитие экономики России. То есть это как раз таки момент камня благорода той позиции, что развивать свое производство, крупное производство, ну вообще не только крупное, а вообще производство, необходимое именно в интересах рабочих на самом деле. Несмотря на то, что некоторые скопировали товарищи понимают, что это по-моему и буржуазии, глубокое заблуждение. мы знаем, вы видели в программе задачи коллективных действий есть положение поддержки отечественного производства, развития высокотехнологичного производства с целью создания новых рабочих мест. Производство это рабочие места, это заработные платы, это развитие рабочего класса. А, собственно говоря, кто буржуазия создала рабочий класс современный, она его развивала, вынуждена была развивать, скажем так, потому что совершенствуются средства производства, она вынуждена была сплотить его на крупных предприятиях и тем самым создать своего могильщика. но эта задача никуда не ушла, собственно говоря. И как бы не хотели отечественные капиталисты, отечественные в кавычках, российские, будем говорить так, сдержать развитие российского рабочего класса, все равно это не получится, потому что это залог существования России как таковой. как ни крути, развивать собственное производство, они просто будут вынуждены, потому что ну иначе невозможно скажем так, даже поддержание просто элементарной безопасности и обороноспособности страны. То есть надо либо полностью капитулировать перед международным капиталом, но прямо можно сказать передамериканской, потому что никакой не международной собственно говорят, да, и сдаться на милость победителя, либо если хочешь сохранить независимость, суверенитет, то суверенитет это прежде всего развитая экономика. Если у тебя нет собственной промышленности, то рано или поздно ты не сможешь ничего противопоставить внешнему врагу внешней агрессии. И все, что было твое, станет того, у кого это все есть. Это пример губернатора Сахалинской власти. марианкова периодически идея возникает интересная, возникла идея сдать в аренду дачан аренду скульевских островов для строительства крупного завода по производству водорода, в таком случае. но федеральная власть ему сказала, что там делать надо. Здесь тоже идут различные такие интересные моменты по помощи иностранным капиталистам со стороны наших внутренних руководителей субъектов федерации. В то же время заинтересованность других, с другой стороны, недопущение развития иностранных производств на нашей территории ради получения прибыли основной прибыли иностранцев. С одной стороны, конечно, есть противоположные тенденции, в том числе и то, что касается инвестиций. Мы все время слышим с самой высокой трибуны о том, что нам нужны инвестиции, но тем не менее как-то реальных шагов поэтому особо мы не видим. И действительно, какой-то крупный промышленный капитал, если сюда и заходит, как правильно сказал Аликар Анатольевич Кмазово становится в спекулятивной форме. То есть поиграть что-то, так сказать, получить какую-то прибыль, но вкладываться слишком большие риски, скажем так. они аргументируют, что даже на этих иностранных предприятиях какая-то определенная часть рабочих будет наших, отечественных. Главное, то есть мы в рабочие места, такой аргумент у них. А чьё будет производство, это не так важно. Ну в этом собственно говоря это и суть инвестиций. В страну ввозится капитал и вывозится капитал плюс в результате эксплуатации нашей рабочей силы. Поэтому нету на самом деле да, на самом деле никакой-то внятной концепции я уж не говорю о том, что программы развития страны её просто не существует. Нету нынешних капиталистов и руководителей. Этой программы просто нет. Они занимаются тем, что они реагируют на внешние какие-то вот кольнуло с этой стороны значит вот мы здесь влажноноску вытянули в эту сторону. Кольнуло с другой стороны вытянули в другую сторону. Здесь стало припекать значит мы отсюда сдвигаемся ну и так далее. Поскольку нет определенной программы сказать, что мы движемся в каком-то направлении определенном тоже сказать нельзя. Развивается ну да вот какие-то отдельные примеры есть создание новых предприятий оборонные технологии опять же вот беспилотник сейчас новый запустили у меня вопрос а мозги у этого беспилотника чьи чьего производства нам об этом не расскажут но они или китайские или американские скорее всего Тайвань ну там что-то больше всего процессоров понятно то есть поскольку нет своих своей базы элементной для этих процессоров значит соответственно сегодня беспилотник есть а завтра вам перестанут поставлять для него микрокомпьютеры и все и у вас не будет беспилотника ну кстати возникновение этих каких-то иностранных предприятий это ведь тоже где-то отвлечение рабочих своего рода от борьбы потому что условия ну так сложились что условия труда в этих иностранных предприятиях оно как бы ну получше я на примере Сахалинской области нефтегазового комплекса получше и получается что устраиваешься туда работать они как бы чувствуют себя ну немного не может даже защищать из-за этого у них возникло ну отсутствует некое желание там вести больну и видеть лучше свои интересы и все-таки это наверное тоже расслабляет рабочих на таких предприятиях позвольте себе с вами не согласиться потому что один из наиболее боевых профсоюзов это был профсоюз завода форт под Селожском и там люди добивались в общем-то успеха в борьбе несмотря на то что на это предприятие был отбор довольно жесткий требования высокие и в тот период заработная плата была значительно больше поэтому неправильно думать о том что борьба вызывается именно какими-то совсем плохими условиями жестокими жестокой эксплуатации на самом деле это далеко не так потому что когда речь идет о выживании то не идет речь о том что улучшать какие-то свои мы видим примеры такой не борьбы а скорее отчаянных попыток спасти предприятие спасти свои рабочие места когда их начинают уже закрывать когда не выплачивают заработную плату и вот это все выходит на поверхность но здесь в такой ситуации добиться уже какого-то успеха невозможно предприятие уже фактически закрылось вы не можете взять его на сегодняшний день в свои руки и так сказать возродить тем более что понятно что когда предприятие закрывается значит это делается в интересах определенного круга лиц мы видим что добиваются в общем-то борются и добиваются успеха как раз коллективы где исходно не самая низкая заработная плата и условия куда собственно говоря лучше те же самые видеоспетчер да квалификация работников выше с одной стороны и в общем-то ну и самое главное что наверное люди подбираются таким образом что они готовы бороться и готовы рискнуть для того чтобы получить лучшую жизнь да 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 пожалуйста правильно ли я понимаю что запустовочный комитет единожды появившийся он не может позволить себе прекратить свою деятельность даже после подписания коллективного договора потому что ничто не гарантирует что работодатель будет соблюдать только коллективный договор и представители коллектива ну профсоюзный комитет запустовочный комитет они должны как бы руку на пульсе держать себя чтобы своевременно выявлять нарушения и как-то начинать влиять побуждать коллектив и призывать к ответственности работодателя ну вот чисто процессуальные какие-то процедуры понятно распустились а потом попробуй собери дело в том что для того чтобы у вас был забастовочный комитет у вас должно быть состояние забастовки то есть забастовка должна быть да она может быть приостановлена и возобновлена в любой момент ну уведоми за три дня возобновление забастовки забастовка по российскому законодательству начинается в ходе коллективного трудового спора то есть для того чтобы у вас сохранялся состояние предзабастовочное состояние и соответственно забастовочный комитет должны быть какие-то неразрешенные коллективно-трудовые споры это может быть один спор может быть несколько споров на самом деле как и было там тех же самых фордовцев у них было несколько коллективно-трудовых споров но там работодатель собственник решил проще это все закрыл просто это к вопросу по иностранных так сказать об иностранном капитале если капитал иностранный то сегодня он есть а завтра предприятие закрыли и никто не будет защищен не с кого спросить что называется вот таким образом то есть когда принимается заключение коллективного договора это все равно определенный компромисс то есть вы не можете добиться исполнения всех своих требований то есть какие-то по каким-то разделам по каким-то положениям коллективного договора могут быть может существовать протокол разногласий и может существовать соответственно вестись коллективный трудовой спор то есть вы вот в целом его допустим приняли утвердили но у вас какие-то какие-то вопросы остались неразрешенными но вы не бастуете по этому вопросу пока допустим коллективный договор исполняется то если он исполняется вы не бастуете договорились об условиях да ну вообще собственно говоря в коллективном договоре обычно этот пункт прописывается что коллектив обязуется не объявлять забастовку если коллективный договор исполняется это принимает на себя такую обязательство но есть такая формула почему то есть вы не все равно если вы если у вас не будет открытого коллективного трудового спора незавершенного и не будет доведено до вот предзабастовочного состояния вы не можете на момент это сделать то есть вам тогда придется снова проходить всю процедуру выдвижение требований к работодателю там открытие коллективного трудового спора трудовой арбитраж и так далее все вот эти все эти моменты это занимает там порядка 52 что ли дней последнего это длительная процедура поэтому рекомендация была такая рекомендация что комитет должен быть постоянно действующий но он не может действовать без вне коллективного трудового спорта вот таким образом а то что он нужен конечно конечно нужен безусловно потому что это позволяет быть отмобилизованным коллективу и в любой момент перейти к активным действиям отношения работодателя и если мы говорим о том что необходимо создавать объединение рабочих города области и так далее регионов советы то конечно советы формируются как объединение представителей забастовочных комитетов из этого никуда не денешься да пожалуйста а можно вопрос не по теме я как раз в сеть был такой случай в 98 году в Выборге на ЦБК в целевозном уважении комбинат где рабочим на несколько месяцев удалось заняться самоуправлением на предприятии без генерального директора и какая последовательность профсоюзной деятельности либо непрофсоюзной деятельности как у них вообще это все получилось там все закончилось не очень хорошо насколько я помню я имею в виду как началось что закончилось полководатель ну вот важный вопрос не как началось а как закончилось понимаете значит надо понимать что что самоуправление ошибки ошибка в том что Вы не можете в условиях отсутствия диктатуры пролетариата осуществлять рабочий контроль и рабочее самоуправление в полном объеме на своем предприятии кроме тех случаев если Вы являетесь собственником ну коллектив является собственником предприятия и то таких примеров наверное я не знаю у нас КПРФ приводит пример совхоз Грудинина мы же понимаем что есть главный акционер сам Грудинин да есть все остальные которые вроде как тоже чем-то владеют но реально так сказать управление и прибыль все в руках одного человека находится вот поэтому обольщаться не нужно систему наемного труда на одном предприятии уничтожить невозможно его можно уничтожить только в ходе классовой борьбы полностью так сказать овладев получив политическую власть установить диктатору пролетариата и об этом так сказать ну не в прямой форме но тем не менее говорится и в программе задачи коллективных действий собственно говоря вся эта программа подводит тому что одной экономической борьбы недостаточно что борьба начинается на предприятиях да это необходимый этап который нужно пройти есть ключевые моменты которые без которых не обойтись это сокращение рабочего времени повышение уровня заработной платы которые тянут за собой другие все моменты в том числе и улучшение условий труда и отпуска и здравоохранения и так далее но тем не менее это только ступенька к следующей форме организации класса и к началу действительно классовой борьбы на одном препятствии скорее всего закончится все это ну и собственно как это и закончилось да вы можете попробовать так сказать захватить но это путь никуда а можно в двух словах что там случилось для следующих ну вот то что рассказываю да там была попытка так сказать установить овладеть так сказать предприятием изгнать собственника оттуда который там собирался насколько я понимаю банкротить его то есть это все было без участия профсоюза и хаотично нет ну какое-то какое-то участие было понимаете что профсоюз он же не решает политические вопросы ну и самое то главное что все это скажем так ну выглядит как захват я уже всех деталей истории не помню так о чем и речь то да так это получается что вы захватываете чужую собственность да нарушаете закон в отличие от борьбы за прогрессивный коллективный договор за заключение договора где вы действуете строго в рамках закона и в принципе вообще вся вот эта работа по организации рабочего класса вплоть до создания советов это все идет в рамках действующего буржуазного законодательства эта деятельность совершенно легальная совершенно так сказать законна более того если говорить о борьбе на предприятии когда вы заключаете этот договор речь же не идет о том что вы захватываете собственность да то есть получаете предприятие вы выигрываете условия труда заработную плату получаете самое ценное получаете свободное время для того чтобы вы могли организоваться для того чтобы класс организовался класс для себя перестал быть классом себе необходимое время необходимое материальное обеспечение то что касается вопросов национализации в программе мы знаем что в программе задачи коллективных действий стоит национализация ключевых ключевых предприятий это опять-таки это вопрос будущего вопрос который должен решаться в чью пользу должна национализация зависит от того чье государство если это государство работодателей значит соответственно национализация просто переводит из рук частного капиталиста в руки совокупного капиталиста национализация в социалистическом государстве это перевод из частных рук в общественную собственность это совершенно очень другой вариант поэтому когда вы действуете при капитализме и пытаетесь владеть предприятием вы просто нарушаете закон то есть это никакое не обобществление это с точки зрения буржуазного права преступления с точки зрения скажем так борьбы класса это авантюра и она ничем хорошим закончиться не может есть вопросы у нас по интернету мы не разобрали с вами вопрос вообще ход реализации программы у нас стоит название темы это обсуждение осуществления программы задачи коллективных действий где в России проходит обсуждение реализации этой программы есть такая у нас площадка в Нижнем Новгороде да совершенно верно в Нижнем Новгороде да российский комитет рабочий два раза вот собирается и обсуждает в том числе и вопросы реализации этой программы это семинар фонда рабочей академии и федерации профсоюзов России собственно говоря которая приняла на своем съезде программу задачи коллективных действий и там как раз собираются рабочие которые обсуждают вопросы и теории вопросы подготовки к борьбе и вопросы связанные с практической борьбой на своих предприятиях за проекты прогрессивного коллективного договора за интересы за осуществление интересов работников достаточно широкая география представлена да приезжают ну конечно надо понимать что что это мероприятие несмотря на то что достаточно широко посвящается тем не менее его посещаемость ограничена собственно говоря теми людьми которые создают необходимость борьбы и которые стараются вести на своих предприятиях таких людей немного пока но они есть они встречаются вместе и я рекомендую посмотреть материал вообще материал ознакомиться с российского комитета рабочих сейчас на канале фонда рабочей академии стали появляться старые записи там где вот можно сказать основатели российского комитета рабочих выступают и рассказывают о тех временах когда борьба носила более такой острый характер и успехи были более серьезные скажем так в рабочем движении есть вопрос в книге какого автора наиболее полно рассмотрена система категории экономики социализма есть ли аналог категории капитал категории экономики социализма книга да монография Ельмеева политическая экономия труда как вы считаете стоит перетировать к созданию профсоюза и коллективного договора на частном заводе если четверть работников фактически друзья хозяина а остальные наемные ну я так напоминаю что если четверть друзей это не просто подписчики вконтакте фейсбуке то речь идет о каком-то небольшом предприятии мы уже обсуждали этот вопрос что на небольшом предприятии сложно создать профсоюз и вести какую-то серьезную продуктивную борьбу к сожалению действительно работники малых и средних предприятий являются наименее защищенной категорией трудящихся это кстати об этом свидетельствует и статистика по провозаболеваемости и по травматизму потому что если в целом по стране травматизм на производстве снижается то вот в этой категории он как раз не снижается и даже растет именно на малых и средних предприятиях отвергаются работники наиболее жестоким так сказать формам эксплуатации и соответственно условия для их борьбы весьма и весьма затруднительная это связано как с размерами коллектива так и собственно говоря с тем что достаточно легко этот коллектив работодатель может обновить при необходимости так сказать обнулить вот поэтому я бы рекомендовал все таки если есть возможность и желание бороться за интересы рабочего класса постараться найти работу на крупном предприятии влиться в коллектив стать частью этого коллектива завоевать доверие людей завоевать доверие только одни можно если ты нормально работаешь если ты не так сказать люди видят что ты не просто балабол который мутит воду ты профессионал с одной стороны и хороший товарищ тогда к тебе прислушиваются то есть я закончу свою мысль соответственно если мы вспомним историю большевики так и действовали они шли на крупные предприятия они работали там и проводили агитацию среди работников крупных предприятий тому пример множество Михаил Иванович Калинин например Лефрунзе собственно многие рабочие так делают большевики да чтобы создать профсоюз переформатировать желтый профсоюз правильно организовать запастовку нужно быть подкованным юридически не нужно ли в курсе семинара по юридическим моментам я так насколько я понимаю у нас присутствуют эти моменты постоянно если вы возьмете даже любое практическое выступление Михаила Васильевича Попова но если то что не касается там диалектики то что касается коллективных действий трудовых конфликтов то он всю механику собственно всю последовательность действий он рассказывает постоянно то есть я думаю что специально наверное ну собственно а чем мы сегодня занимаемся да конечно есть есть специальные разделы касающиеся трудовые трудовые да курс лекции трудовые конфликты совершенно верно ну и самое то главное никто не отменял самостоятельное чтение трудового кодекса собственно говоря кодекс как говорил Астап Бендер кодекс надо чтить он имел ввиду кодекс уголовный вот мы должны разбираться прежде всего в трудовом кодексе и в этом собственно говоря состоит если вы придете к юристу обычному и начнете что-то спрашивать он вам начнет рассказывать по трудовому кодексу ничего нового он вам не расскажет по сравнению с трудовым кодексом вот все то что касается нюансов то что касается гибкости в борьбе вот это да можно послушать лекции Михаила Васильевича Апопова только что касается юридических аспектов то они собственно говоря прописаны в трудовом кодексе в законе о профсоюзах берите эти два документа и действуйте да почему ГРКР именно в Нижнем Новгороде как так сложилось ну это сложилось исторически потому что рабочие которые стояли у истоков это рабочие нижегородских предприятий первый председатель Лягушин и Кудрявцев Сенков это все рабочие из нижегородских предприятий Нижний Новгород крупный промышленный центр с богатой историей борьбы рабочих да и собственно говоря так это и получилось ну и это не столица сердца России ну это случилось это очень хорошо что это случилось что это есть что этот семинар действует что уже приезжают новые поколения рабочих что есть возможность еще встретиться с теми кто стоял истоков истоков скудрявцев допустил Владимир Михайлович послушать поделиться он может поделиться своим опытом поэтому российский комитет рабочих это уникальная такая площадка поэтому мы всегда зовем призываю к участию в российском комитете рабочих представители тех коллективов которые борются за свои трудовые права за свои трудовые интересы путь ни для кого не закрыт российский комитет рабочих а семинары скажем так обучающие вот касающиеся профсоюзной работы коллективных действий ну они проводятся в разных городах но это немножко даже не немножко не то это совершенно другой формат российском комитете встречаются рабочие и рабочие принимают они докладывают и принимают решения они вырабатывают эти решения и потом возвращаются свои трудовые коллективы для того чтобы уже основываясь на выработанной стратегии на выработанной тактике продолжать борьбу за трудовые интересы будет ли результативный борьба в организациях где большинство работников менеджер сложно сказать что какой результат здесь нужно достигнуть понимаете все таки мы же не за диктатуру менеджеров выступаем а диктатуру пролетариата хотя некоторые относят менеджеров к пролетариату у них тоже вроде как нет собственности но менеджер это управленец поэтому чего от него можно ждать я думаю что нет менеджер менеджер у нас были менеджеры конечно я помню были объявления 90-е годы менеджеры по продаже клюквы в сахарной пудре например ну вот да согласен менеджер менеджер как бы человеку который не имеет профильного образования на много лет работать в определенной сфере и зарекомендовал себя как специалиста как быть в каком плане просто как быть продолжать работать я думаю что человеку нужно получить профильное образование если он хочет дальше продвигаться по этой специальности тем более что никаких препятствий нет если он не сдавал ЕГЭ и не получил никакого образования высшего значит он может как выпускник прошлых лет сдать ЕГЭ и поступить на ту или иную форму обучения выучиться получить специальность и подтвердить свою квалификацию что ж товарищи я думаю что сегодня семинар прошел у нас достаточно эффективно безусловно мы не сумели осветить все аспекты задачи коллективных действий потому что и программа сама достаточно обширная и конечно она требует углубленного изучения и самое главное она требует работы над ее реализацией но это программа которая указывает нам путь и не случайно программа профсоюзов России задачи коллективных действий была включена в качестве программы минимум в программу рабочей партии России рабочей партии России мы знаем что даже несмотря на то что федерация профсоюзов России сейчас вошла в конфедерацию труда России и вроде как явно так сказать в явном виде она не работает но тем не менее проводятся семинары и самое главное это программа которая является действительно программой и политической и экономической и программой которая направлена на решение коренных вопросов на осуществление коренных интересов рабочего класса она никуда уже не исчезнет потому что она является составной частью программы политической партии которая наиболее полно выражает интересы рабочего класса России благодарю за внимание наиболее Субтитры создавал DimaTorzok